Пять минут на то, чтобы поделиться своим педагогическим опытом, пусть и совсем небольшим. Молодые учителя и воспитатели рассказывают о разработанных ими образовательных проектах. Это один из этапов городского конкурса «Первые шаги в профессии». Конкурсантам предстоит продемонстрировать проект по различным направлениям, которые они сами выбирают. То есть это гражданско-патриотическое воспитание, это проектирование образовательной деятельности, формирование читательской культуры, духовно-нравственное воспитание обучающихся. Озвучивание мультипликационного фильма на английском языке, изучение математики через написание сказок или создание рисунков. Знакомство с историей родного края в ходе квеста. Каждая из 11 конкурсанток предложила свой вариант организации образовательного и воспитательного процесса. Как сделать урок или занятие увлекательным для детей и в то же время содержательным? Как помочь ребятам в усвоении знаний? На эти вопросы у молодых педагогов уже есть свои ответы. Воспитатель 19 детского сада Олеси Хитрова развивает мышление малышей с помощью объемных геометрических фигур, логических блоков, придуманных венгерским педагогом Золтаном Дьенишем. Математик по образованию Олеся Евгеньевна волею судьбы сменила специализацию. Я работаю в детском саду всего полтора года. Пришла туда после декрета, как-то вот вместе с ребенком, можно сказать. Когда я начала играть со своим ребенком, развивать ее математические способности, рисование, я поняла, что это интересно. Мне это захватило, и я решила, что вдруг из меня выйдет хороший воспитатель. Поэтому, да, я пошла в детский сад пробовать уже с другими детьми. И конкурс «Первые шаги в профессии» тоже своего рода профессиональная проба и для Олеси Хитровой, и для ее коллег. Участие в конкурсах, в форумах еще более активизирует молодых педагогов. А успех, если они его добьются, он будет способствовать тому, что учителя молодые захотят остаться на местах своей работы. Ну, это пробы сил. А потом сама подготовка к конкурсам. Это же тоже большой опыт, опыт, скажем так, анализа собственной работы, выявления своих собственных каких-то пробелов. Ну, и, естественно, работа по их преодолению. В Пенсинской области молодые специалисты составляют 10% от общего числа педагогических работников. В образовательных учреждениях Заречного молодых педагогов более 13%. В нашем городе существует, на мой взгляд, уникальный конкурс, позволяющий тем, кто сделает первые шаги в профессии, показать весь тот интерес, все те знания, то новаторское искусство, которое присуще только молодому поколению, уже на первых шагах своей профессии. Конкурс, скорее, наверное, для самоутверждения, чтобы понять, на что я способна, и вообще, в принципе, могу ли я внести какие-то новые идеи в эту профессию. Кроме защиты проектов, в ходе стартовавшего в феврале профессионального состязания участники уже провели самопрезентации и открытые уроки. Впереди у конкурсантов дискуссии за круглым столом с руководителями сферы образования города и области. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный»